Друзья, привет! Вы на канале Ганс Мюзик Скул. Сегодня у нас на диванной экспертизе суперинтересная личность, легенда российского дес-метала, по его словам, а также создатель самой большой вокальной школы в СНГ. Мы проследим весь его творческий путь, поймем, насколько круты его музыкальные проекты и насколько актуальны его разборы аж ушами преподавателя. Да, я говорю о Леониде Хацкевиче, он же Леос Хеллскрим. А вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я Андрей Ганса, как грибочек. Поехали! ЗВОНОК В ДВЕРЬ Мага Виконт. 2006-2007 год. Зачем играть то, что они тут играют в эти годы? Вот здесь мы видим Лёньку. Лёнька у нас тогда был ни хера не Хеллскрим, ни адский Крикуша-Каркуша, а он тогда был Леос фон Драгон, то есть Дракоша был. Вот Дракоша тут в три ряда встали. Не то Хеви Метал, не то Найтвис. На самом деле должны понимать, да, что мы это смотрим в разрезе того, что у него вокальная школа и удачные музыкальные проекты, по его словам. Можно понять, это начало пути. Сколько там ему лет? 17-18? Ну, он как хаирком-то трясёт. Нормально. Но смысл в том, что это пионерская Найтвишка. Рубилово такое всё. Бум-брум-брум-брум-брум. Хеви металлическая. Пока тут вокалом и вообще никаким даже не пахнет. Ни экстримом, ни уж тем более чистым вокалом. Ну, это ладно. Входит, так сказать, в рок-музыку, пробует себя, пробует играть с барабанами как-то на точке, там всё это. Ну, это нормально. Хотя тоже, да, в 2007 году, в его годы, ребятки уже, его ровесники, там были уже там Аматори, Стигмата, ещё и раньше. Уже такие солидные альбомы в Аматоре, особенно записанные там в Финляндии. Ну, то есть вот. Вот начало такое. Дыры-дыры-дыры. Ну, короче, по гитаре тут в основном. Теперь дальше. Фолиант. Группа Фолиант прекратила своё существование. Официальное заявление от лидера группы Фолиант. Леоса фон Дрэгона Дракоши. Лёнька Дракоша. Фолиант оставил приятный отпечаток в истории моей жизни. Замечательная группа, доставила мне много удовольствия и счастья. Но за последние полгода моё мнение изменилось. Пропало уважение между музыкантами. Молодые ребята, какое там что-то может ещё случиться. Какие у кого какие проблемы. Стараюсь брать на себя все дела группы. Я не получал ни грамма уважения. Уже тут началось, да, у него восхождение его. Вот этой вот гордыни, которая улетает в космос. Вот здесь старт происходит. Никто меня не уважает, не ценит. Никто меня не любит, никто не уважает. Пойду я на болото, объёмся жабанят или объёмся червячки. Что я столько всего сделал. Теперь официально заявляю. 9 ноября 2007 года уже собрались, уже распались. Что интересно, что вы слышали, да, вот эти треки. И там дальше он на форуме такие говорил слова, что, мол, я забираю себе вот эти все песни, ребята. То есть он там уже грозил людям судом. Пиздюк ещё 18-летний. Четыре аккорда эти сыграли криво. Он уже всё, у него уже должны быть права на эти песни. То есть уже тогда формировалось такое мышление. Коммерческое. Итак, следующая веха в творчестве нашего Лёни. Пока ещё дракоши. Он плавно уже тут переходит к Аркушу. Это фиент. Думает, дай-ка я сам там на гитаре что-то подыгрываю. Дай-ка я сам полноценную группу сделаю. Самобытную, интересную. И мы видим фиент. 2007-2008 год. Начало образования. Что интересно. Вот я думаю, дай-ка я поищу лайв какой-нибудь, который обозреть можно. Мы не увидим ни одного лайва фиент, записанного каким-то фанатом с телефона. Почему? Вопрос, ребят. Ух ты, это Лео с Холлскрим. Эфиент, я на концерте. Я что, один пришёл? Это всё для меня. Ну-ка, сейчас сниму, сниму его и выложу. Друзьям покажу. Блядь. Жалко, сука. Блядь. 370 рублей отдал. Нет. Один буду смотреть. Всё для меня. Все лайвы переписаны. В студии там, я не знаю, нашли самые ранние работы ещё, чтобы понять тоже. Может там что-то продвинулось там в вокале. Этот мелодик Death Metal вообще не похоже. И на Children of Bodden. На Dark Tranquility, на Inflames вообще не похоже. Так, уже в этой группе, там он на гитаре просто играл. Тут уже мы слышим, уже кричит. Одной из техник, из трёх возможных техник экстрим вокала, да? Тут Fry Scream этот он. О. Это пение или что? Говорение, не пойму. Вроде он без экстрим вокала это делает. Ну, естественно, этот английский наш любимый. Sacrifice, вот это всё. Полная пионерская организация. То есть, в каком-то там сильном развитии, в исполнении. Мы здесь не увидели. Сменилась группа, но он встал на микрофон. А толку, в принципе, особо никакого. Ну, а дальше же выходит у них 2008 году. Первая пластинка официальная. 2008. Видите, Blooming Tramble. Послушаем, это же кайф, наверное, вообще. Такая демозапись какая-то, да? Которую выпустили, как альбом. 2008 год. Уже там можно было что-то выдумать по-нормальному. И картонный барабан. Ну, в общем, всё как мы любим. Это не до вокал, не до скрим. То есть, просто... Это дракоша-говорун, получается. Октобер. Рейс. Кстати, ничем не отличается от того, что до этого мы слышали этот фолиан. Материал на то время уже тоже был там не вторичный, а третичный, переваренное говно, получается. Ну и по звуку тоже пиздец. Пионерская организация от пионерии, ребята, в принципе, никуда не продвинулись. Всё то же самое. Воз и ныне там. Ну, естественно, вокала нет. Я всё жду, когда же он запоёт? Я подумал, ну ладно, может быть, на переписанных песнях тоже мы разберём какой-то вокал. Living Plainland DVD-шоу. Позицию теряет, туда-сюда проваливается. Ну, это ладно. Устаёт немножечко Лёнька. Лёнька уже стал этой Каркушей в этот момент. Похоже, уже можно вот это... Называть его, то есть из дракоши в каркуши превратился. Чуть-чуть там примочил голос, потом ааа, и в итоге это все сваливается просто в говорение обычным своим чистым голосом, без нот. Сейчас должна быть красивая просто линия вокала. Ни ноты, ничего нету, ни какой-то в линии вокала дичайший акцент. Устал пониже взял, ну там в принципе никто не заметит. Ну в общем понятно, это тоже я просто хотел убедиться, что может там в переписанных там DVD, он спокойно обстановке дома там на диване, офигенно спел. Но оказывается, что все так же, воз и ныне там. Говоря дальше про Фиент или Финт, как говорил Леня, нельзя не упомянуть про Ангелину Кипелову. Ну это опять не дочка Кипелова, не сестра сына Кипелова, а наверное какой-то творческий псевдоним. Журналистка журнала Дарк Сити, которая каким-то образом дичайше как-то прониклась творчеством нашего Леньки. И всячески пыталась толкать, ну на тот момент, как мы поняли, откровенное такое дерьмецо. Что только она не делала. От Дарк Сити выходил DVD, фронт музыкального освобождения. Вот тут она это издавала диск. DVD, наши флагманы, российские звезды металла. Для нас это было неожиданно, но приятно. Серьезность и масштабность задумки были оценены. И такие вот звезды Лауна, Тент, Иллиденс, Корсика, Фиент, ребята. Террор Инсайт, Биорейт, Вичкрафт, звезды. А на самом деле, ребята, чтобы попасть туда на DVD, надо было заплатить 7000 рубликов. За 7К ты попадаешь туда на DVD. Там как-то все непонятно по деньгам получилось. На тот момент редактор Дарк Сити чуть ли был вообще не в курсе. В общем, потом он попал на бабки из-за этой, так сказать, Ангелины Кипеловой. Дальше она с ними ездила тут в так называемые туры. Видите, да, там Ленька стоит, она там стоит. В общем, тут все очень круто. Там мы были, сям были. А чего стоит только рецензия на вот этот вот альбом. С этими крылышками на обложке, что мы слышали. Это отдельный разговор. Альбом The Blooming Tremble. Первый официальный релиз новой легенды российской метал-сцены группы Фиент. Первые композиции будущего релиза появились еще год назад. Когда никто даже не знал ни имен, ни лиц участников команды. Кто бы мог тогда представить, что ровно через год этот альбом, и получивший поддержку 10 тысяч человек в сети контактов, займет лидирующей позиции в металл-чартах и списках самых продаваемых альбомов. Вы просто сравните вот эти слова и то, что мы до этого слышали. Вы просто представьте, да? Вот как это все можно подавать. Без металл, по сути, альбом отличается особенностью серьезностью, искренней, неудержимой злостью, яростью, ошеломляющим мелодизмом. А мелодизм меня особенно ошеломил. Доставляющий снова и снова внимательно прислушаться к переплетению, гармонии и нот, к эмоциональным откровениям, которые пронизана каждая композиция. Ну и это еще не все, ребята. А Фиент в целом она написала. Мелодик до этого и команда Фиент сегодня не знает. Только ленивый, блядь. Ой. Опять эта группа ВКонтакте зашкаливает. Зашкаливает даже за 10 тысяч человек. Количество концертов в год бьет. Все мыслимые и немыслимые рекорды. Мы видели там, какие были концерты. Мы же простые наблюдатели за жизнью светских металлической тусовки и не пристаем удивляться. Почему, в отличие от Запада, который мы все так активно нахваливаем, наша собственная общественность так злобно и завистливо реагирует на бешеный успех отдельных коллективов. Далее у Леоса в сообществе идет такое прям пафосное там раздувание того, что они выступали Children of Bodden, там вместе играли с Pain. А в итоге все оказалось, что просто эти разогревы были куплены за вполне конкретную сумму. Не, в этом ничего такого нет. Ну просто зачем было вот эти все пафосные речи толкать, что каких-то самородков, великих ребят, просто, просто надежда российской металлической сцены не заметили. По итогу все это просто херовый материал, на котором ты не хочешь работать, развиваться. Сделал какую-то херню, не получилось. Я такой подумал, да, ну в принципе-то это денежек-то не приносит. Надо переходить к чему-то более интересному и понятному. Похер, что я как каркуша каркал. Ну все, я ж могу вокал теперь преподавать. Я ж теперь все знаю и по чистому вокалу, и по экстрим вокалу. Ну все, ребята, ждите. Сейчас будет YouTube-канал. Супер крутая вокальная школа. Потом ты снимаешь ролик, который называется «Почему музыка фиент не нужна?» Ты не приложил никаких усилий, чтобы она была нужна. Тяп-ляп сделал, все, выпустил. Ну чуть-чуть там людям не понравилось, ты не хотел дальше развиваться. Просто понял, что это не приносит денег, никакой коммерции. И решил пойти дальше. Ну и вот мы приступаем к изучению. Третье и самое главное вехи в развитии нашего Леньки. Это его детище. Хеллскрим Академи. Как зарабатывать? Это очень важный вопрос, потому что человек живет, ему нужна пища, еда, ему нужна энергия. Канал крупнейший рок-школы в СНГ. После всего, что мы сегодня вот в этом ролике посмотрели, уже плакать хочется. Это грустно или весело? Это? Это печально. Ну чему он может научить, ребят? Чему? То есть мы выяснили, что чистый вокал мы вообще не берем. Отправлять человека петь чистым вокалом к нему, это безумие. Но давайте и в экстрим вокале разберемся. Все, что мы слышали, это фрайскрим. Один из трех видов. Еще есть фоллскорд, например, или драйв. То есть это никогда не было использовано. Если человек с запросом придет, получается, что ничего не получит. А цены, так сказать, ребята, не маленькие. Вот мы видим занятия с Леосом. Три тысячи рублей. За три тысячи ты что получишь? Толком ничего и не получишь. Где же все-таки он живьем поет? А живьем, ребята, он спел на гитарном батле. Казалось бы, элементарную песню, где нету вообще нот. То есть спел он Скутера. Вы все знаете эту песню по-любому. Он на таком стрёме. То есть видно, что он вообще с выступлениями не дружит. То есть последний раз там, хер знает, когда выступал. Кто-то из вас, может быть, колбасил. Какая-то неуверенность вообще у него в сценическом поведении. Садичайший под ней в каком-нибудь клубе или горе. У него аж... Видно, что аж горло пересыхает, что он там говорит что-то. На артиста он далеко не тянет. То есть даже у него спросят там, что-то как вестись. Ну вот на уроке, да. То есть у меня люди спрашивают. Кстати, ребята, у меня урок стоит не таких денег. 1700 у меня. Любой рок-вокал, пожалуйста, обращайтесь. Я, по крайней мере, использую все эти техники. Использую во всех своих песнях. Это все можно послушать. В общем, в ВК пишите, обращайтесь. И по сценическому тоже, и движению все. Как себя вести, где вдохнуть, как там. Грубо говоря, даже вот этот вот микрофон. Держать и все. Как что даже говорить. Можно какие-то дать советы положительные. Но тут пока просто человек на стреме. Как будто его достали там откуда-то из чулана. И он сказали, давай, спой нам. Он... Хорошо, хорошо, сейчас. Что-то надо, раз. Ну, надо же посветить лицом. Надо же спеть, хорошо? Ну, то, что ты владеешь фрайскримом, это мы поняли. Здесь хотя бы, ну, это и слышно. То есть, ничего другого мы пока не слышим. То есть, просто то ли микрофон убрал, то ли не вдохнул. Ну, это детские просто ошибки пионерские. То есть, когда звук пропадает. Причем такой должен быть напористый звук. Это не какой-то там тихий куплет, где может быть какие-то легкие перепады громкости. Он же вроде не там, не в прыжке поет, стоит на месте. Опять вот все пропадает. Здесь, ну, где вдыхать, самое интересное. Когда идет речитатив, надо знать, где вдохнуть. То есть, это вот тоже... Ну, не вывозит это. Это с учетом, что никаких нот нет. Он просто, как он привык в своем этом фиенге. Просто... Вот так вот надо ноте тараторить. Но мы хотя бы можем все равно понять, насколько техничен человек. Это не просто с улицы пионер, который в понедельник там в каком-то клубе на 30 человек там перед жирущими людьми играет. Это человека самая большая школа в СНГ. Вокала, блядь. Вокал, ребят. Здесь мы просто слышим... И все. И все однообразные вот эти вот движения вокалов. И то, если на длинном промежутке надо спеть всю песню, сидя дома там перед микрофоном один раз... Так сказать, это одно, а протянуть всю песню, это уже совсем другое. Там надо двигаться, подавать себя как-то. Здесь отсутствие полное. Пока все больше складывается ощущение, что, как и некто Джон Келлиган, этот чел просто, ну, нормальный маркетолог, бизнесмен. Бабки надо делать. Надо делать бабки. И тут вот этот важный момент, по которому можно и судить, что он на сцене себя некомфортно чувствует. Поворачивание спиной. Есть несколько видов. Одно поворачивание, когда ты не поешь, ты типа не знаешь, что делать, ты отвернулся, ждешь свои партии, музыкант играет. А следующее, это самое вот пионерское, это когда ты отворачиваешься и тебе надо петь, то есть ты поешь к людям спиной. Это показатель того, что совсем вообще отсутствует какой-то раскованность и опыт в проведении каких-то концертов с микрофоном. Вот, вот этот вот поворачивается, не знает, что делать. Из высокого, как бы так сказать, в гроулинг, да, на фрайскриме, то это уже точно понятно, что просто выдохся. Опоры вообще нету, он пропал, он устал уже. Там держал опору, потом вот ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Такой сдулся, уже лишь бы как-нибудь эти слова дотянуть, это тоже распространенная ошибка. Максимально выдохся, хотя он особо не двигался и уже просто там ба-а-а, дожимает уже, лишь бы песня скорее закончилась. А теперь, собственно, его разбор аж ушами, ребята, преподавателя, после всего того, что мы слышали. Причем, интересно что, что это разбор чистого вокала, ладно бы он какой-то металл там разбирал, я еще как-то мог понять. И то, там, коснись какого-то Блэка, коснись там альтернативой, я думаю, он тоже там не шарит. Знает только вот этот один вид вокала, который ему, наверное, Мелисса Кросс нашептала, такая американская преподавательница вот этих вот ложных связок, которые звучат, по ее мнению, якобы безопасно для речевого аппарата, но звучат очень тихо. Его это устраивает, он адепт этой фигни, мы это уже поняли. И во всех роликах говорит, что фанера это херово, ха-ха-ха, фанера, фанера. И тут такой кейс был, как только его позвал Денис Клявер, если вы знаете, кто такой, он просто побежал, роняя тапки на телевидении, на телеканал России, и там просто прыгал в огнях там под гитару, ну естественно, не подключенным. И там 10 постов сделал у себя там в сообществе ВК, что мол, блядь, я иду на телевизор. После этого он там говорит про то, что фанера это плохо, и обозревает людей, которые поют чистым вокалом. Вот после всего того, что мы видели и слышали, вот это сидение его здесь, мне просто представляется фарсом, мракобесием, просто какая-то дичь реально. Ну мы должны это посмотреть, мы должны просто угореть и понять вот всю, всю боль происходящего. Ну Леня Хацкевич, таки коммерсант, понимаете, таки это передается, наверное, таки по маме. Абсолютный миф, по крайней мере, в России точно. Мало того, что компетентность, как мы поняли, нулевая, ладно, хер с ней с компетентностью, ребята. Ну просто он считает, что он шарит, ладно, хер с ним. Ну еще само качество обзора посмотрите. То есть обзор что должен, ну хотя бы там интересный, да, какой-то быть, или ну веселый, что-то, ну что-то в нем должно быть. Просто давайте посмотрим, как это все происходит. Но репертуар я не могу, это просто... Ну пиздец, да, репертуар пиздец, это ж, конечно же, не Inflames, блядь. Можно какого-то разнообразия, наконец, придумать, чтобы... Чувак, ты смотришь, блядь? Ну-ка все вместе, ну типа что-то голоса, да. Блядь, какое разнообразие, чувак. Я вижу у тебя такое грустное рожа твоя. Ты просто понимаешь, что тебе надо канал продвигать, чтобы покупали твои вот эти вот методики с преподавателями, занимались там, чтобы с тобой занимались. Хеллскрим Академия. Ты просто и это все через силу и через жопу делаешь. Тебе это нахер не надо. Просто ты уже заложник стал того, что тебе надо хоть что-то выпускать, чтобы вставить туда под роликом, ребята. Вот это вставить. Просто 15 или 20 разных, блядь, реклам, разных херней. Гитары, струны, инструменты, акустические гитары, педали, блядь, тревел, запчасти. В общем, все, что можно туда вставить, лишь бы какой-то хер снять. И ты сидишь такой, ой, блядь, ой. Что-то репертуарчик подкачал. Повеселее, блядь, чувак. Ты смотришь то, что пенсионеры смотрят на телевидении, блядь. Что тебе еще надо? Прям очень сильно собрать такой звук, прям. Хер, ты так споешь, как любой вообще. Не только из этих сидящих, а и даже из конкурсантов ты так не споешь. Даже если кто-то рок начнет петь с приближенным к тебе звуком, с каким-то драйвом, ты и этого тоже не споешь. Вообще ничего ты не споешь. Это прям да. А ты судишь людей с эстрадным вокалом, народным вокалом, несколько разных техник исполнения. Просто где-то чуть-чуть прочитал, все, молодец. Определенная атмосфера у этого выступления есть. Вот, смотрите, как он ведет. Заебись, очень интересно. Посидел какой-то мужик с бородой и просто сказал, хорошо, хорошо, ага, угу. Это уже мы знаем, кого нас напоминает, да? Некто Егора Ярушина, который тоже обозреватель от бога. У меня есть ролик по поводу него, можете посмотреть. Ну вот она, знаете, как... Да нормально она поет, чувак, я тебе говорю. Вот по книжке, короче, да? То есть вот очень сильно ограничена с точки зрения голоса. Она, видимо, так и пела всю жизнь. Бля, ну она так пела, ты вообще никак не пел. Да нормально, у нее даже вот эта вибрато есть. Ты просто гонишь уже, лишь бы что-нибудь сказать. Ну, бля, что-то там, как-то там, где-то. Да потому что ты не шаришь вообще. Ну вот из-за этого как бы вот, ну, собственно... И что? Ну ты что она сказала? Собственно, что? У нас... У нас... Собственно, что? И промотал, блядь. Сколько людей, боющих по стране? Ну вот, да. Мы... Ну и что? Вот они пошли, классические комментарии крутых обзорщиков. Да, хорошо. На неделю. Ну вот правильно говорить, да, то есть как бы... Сам фарс этой ситуации. Чувак играл металл всю жизнь. Сидит, смотрит голос, да, или, ну, типа голос передачи. Вот это не смущает никого, все нормально. А вот эти, кто вновь прибывший там с телевидения смотрят, набирают вот эту передачу, попадается его ролик, да, в поиски. Они же не смотрят, не копают то, что... Вот, может, вы посмотрите мой ролик вот этот. Будете ли вы его дальше смотреть, его эти обзоры, так называемые? Она очень сильно ограничена. Чувак, ты тоже ограничен одной нотой и то. Если тебе ее дать вот так, ты, наверное, ее не возьмешь. То есть я не чувствую, чтобы у нее грудь работала вообще, кстати. Очень сильно задранный звук вот здесь вот весь прям. Знаете, как говорят, на связках. Да ничего там не задрано, нормально, что-то. У него реально богато голос звучит. Ты, репертуар заебись выбран для нее, и вот эта песня органично с ней звучит. Чело по кайфу просто. Во, что вижу-то пою. Ха, он хлопает. Бля, он хлопает, смотрите. Охуеть. Это первую долю хлопает. О, сейчас будет говорить, хлопает. Нормальная шутка, хорошая. Это ты про мою говоришь, да, что ты петь не умеешь? Согласен, бля. Но со мной беда... Про хлопает будет шутка? Ну это вот реально. Ооо! 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 Бля, видишь, я уже знаю, какие шутки ты дизлёшь. Мимо прям. Ооо! Очень смешно, охуеть. Билось и забыло! Ну она все одинаково, прям всю... Это уже мы слышим. Песня одинаково, просто... Оноужило! Это вот как... Просто... Это вот как-то просто что? Всю песню по кругу одну и то же петь. Бля, да ты чё? У песен, у попсовых такая есть херня. Что там как бы одно и то же всё идёт. И для тебя это впервые? Ты думал, сейчас 10 переходов будет? Как в Melodic Days? Я вот не понимаю. Ну это вот прям... Вот... Мда... Ты просто сидишь, эти ролики клепаешь. Ты, блядь, не знаешь даже уже, чё сказать. Просто, блядь, мычишь и всё. В этом плане, я вот когда ещё сегодня... Вот вы понимаете, вот все ещё говорят, что вот непонятно, чё он хочет сказать, его мысли. Он просто... И типа ролик прошёл, всё. Ссылочки на струны вставили на гитары, всё заебись. Аккуратненько, аккуратненько. Ну чё, аккуратненько, он ещё связки не включил. Просто пел на таком... На полушёпоте, на придыхании. Вот включил связки. Немножко звук, он как-то странно так... Да это его голос такой, чувак. О! О, да, понравилось, да, что взял нормальную ноту? Ой, хороший переход. Да ты чё, ну, понятное дело, это по-любому. Зарвёт тогда-да! Ну да. Вот такие вещи, вообще вот эти... Тебе вообще не снились. Это как метальные вокалисты просто тянут три ноты. Они через, там, 10 лет научаются, чтобы в них попадать. И слава богу, а вот эти мелизмы, чувак, ты про них лучше вообще не говори. Да, если вот развитие какое-то будет, будет круто, реально. Ну давай, да, посмотрим. О! Головной пошёл. Ну да, пошёл. Ну на самом деле, чел реально вот на этом, на головном звуке не очень поёт, блядь. Может было это нормально спеть. Очень узко, неуверенно звучит. Головной всему голова. Люди услышали головной и начали вскакивать из-за этого. Да, потому что... Просто он запел, как Лазарев, блядь. Лазарев так поёт, он такой родную душу встретил, блядь. Лазарев думает, надо в баньку с этим челом сходить. Ну в общем, тут вот такая вот херня дальше идёт. Ой-ой, хорош, хорош. О, классическая вот эта тема, хорош. Всё, вот он вышел на свои любимые рельсы. Просто молча сидеть и говорит, хорош. Ну ладно, хорош так хорош. В белорусском Полесье. Ну сейчас хорошо будет. Ну вот, хорошо, да, точно. Прям 100% хорошо. 100% Пробую. Встречает меня. Тут хорошо, тут плохо, тут куплет, тут припев. Классический разбор вообще, молодец. Лёнька, лёнька, дзынь-дзынь, копеечки-то идут, ну молодец. Все ссылочки уже все нажимают на ссылочки, на реферальные, на твои. Хороший тембр. Хорошо, хорошо. Яркий такой. Ага. Что вернутся морозы. Звук И хороший, прям И. Ладно. Если бы в упор пела, было бы ровно. Ну ты же, конечно, 200 концертов сыграл, знаешь, там, на каком расстоянии микрофон держать. Ау! Ну что это значит рок на телеке? Что это, что это как так-то? Не, круто, но композиция, конечно, не сюда. Там, где ты одна. Прикольно там, милизмы такие с головными вперемешку. Встретимся с тобой. На голос вышел. Ну реально, повтори, чувак, хоть что-то из этого, хоть как-то. У чувака на самом деле такой голос просто и есть. Они часто бывают даже... Чуть-чуть в нос так поют. Хорошо. Хорошо, о, нормально. Идет мелкие милизмы и еще и вибрато при этом. Нескотехник сразу в него совмещено. Ну, мы поняли, типа, хорошо, да? Хорош, хорошо, мы поняли. Ты можешь просто моргать, это значит, что хорошо. Не трогай. Ну, нету просто... Ну, этого... Этого нету, да. Этого, чтобы... Вообще, не качает. Придерживает себя, придерживает себя. Зачем придерживает? Придерживает, потому что... Какой композицию дали, так и придерживает. Опасно, опасно. Это хорошо прям. Звук очень сильно вперед вываливается. Это прям опасно. Ну, слышно было, что звук ненатуральный. Вот это срывы там начинаются. Это как бы, ну, ненатуральная штука. Там просто вот он прям туда не воткнулся до конца в позицию. Как бы все есть, но как-то не туда, короче, заглянул. Можно сказать. А что ты, черт побери, такое несешь? Поняли, да? Как идут разборы и профессионализм этих разборов. И вообще интересно очень было. Очень смешно, весело, познавательно. Друзья, не знаю, как вам, а мне за этот ролик стали так близки. Врожденная скромность. Без корысти. Такие нашего любимого Леньки Хацкевича. Нашего дракоши-каркоши. Также хотелось позаниматься у него чистым вокалом. Научиться, как себя вести на сцене. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Посоветуйте мне, кого еще разобрать. А с вами был Андрей Ганс и Ганс Мюзик Скул. Увидимся в следующих роликах. Люблю вас, ребятки. Целую. Пока.